Дорогие друзья, мы переходим с вами к изучению самого длинного псалма в псалтыре. Один этот псалом составляет целую кофизму. Традиционно замечу, что наши беседы проходят в Срединской духовной семинарии и записываются порталом экзогет.ру. Псалом 118. Он написан акростихом. 176 его стихов разделены на 22 раздела, каждый из которых состоит из восьми строк. Каждая строка в первых восьми стихах, вторых восьми стихах, третьих восьми стихах начинается с соответствующей буквы еврейского алфавита. Итак, первый раздел начинается с алиф, второй раздел с бет, третий раздел с гемель, далит и так далее. До конца, до последней 22 буквы еврейского алфавита. Итак, в псалме 22 раздела. Ну а теперь рассмотрим подробнее каждые из 22 разделов псалма в контексте тех букв еврейского алфавита, которые служат началом для каждых следующих восьми строк очередного раздела. Перейдем к следующему разделу. Раздел Вав, стихи 41-48. Слова «Не отнимай совсем от уст моих слова истины» я бы предложил оттолковать как возможность псалмопевцу говорить публично что-то от закона Божия. То есть в данных словах мы можем прочитать просьбу «Господи, ну да не закрывают мне рот разные нечестивцы, чтобы у меня была возможность устами моими свидетельствовать о Твоей истине». Милость и спасение – два ключевых слова, которые находятся в центре закона Божия. Поскольку в жизни псалмопевца, видимо, случались ситуации, когда Бог являл ему милость и спасение, поэтому он может дать ответ поносящему, то есть докучающему, злословящему его человеку. Смело свидетельствовать об откровениях Бога пред царями. 46 стих. Он уповает на суд Божий следить за своими словами, чтобы из уст его исходила только истина. Он желает, чтобы Бог направил его к истине. И поэтому слово истины, исходящее из его уст, это правдивая речь, которой можно доверять. Слову псалмопевца можно доверять, так как сам он доверяет Господу. Об уповании на Господа Псалом говорит во многих местах. Упование – это ожидание с надеждой, которое порой требует от человека определенного мужества. Нужно жить каждый день с надеждой, что обещания Бога когда-то на деле будут исполнены. Это ожидание может быть продолжительным, но не сумрачным. Господь оставил заповеди, которых псалмопевец возлюбил, и в них находит утешение. О любви к заповедям он говорит здесь дважды, подчеркивая, что повеление Господа не сковывает его свободу, а напротив освобождают. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными», – говорил «Дух Господень, там свобода». «К свободе призваны вы», – описал апостол Павел, – «только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Ибо весь закон в одном слове заключается – «люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Послание к галатам. Если прочитывать 118-й псалом через призму новозаветного богословия, в нем не останется места для сухого законнического начетчества. Напротив, упывая на милость и спасение от Бога, человек приобретает подлинную свободу, поскольку грех, коренящийся в беззаконии, не будет привязывать его к земле. Вот мы с вами все говорим о законе, о любви к закону. И нам кажется, ну а как вот можно закон любить? Ведь он, устанавливая правила дорожного движения, запрещает нам переходить на красный свет. Ограничения, связанные с регламентацией учебного процесса или там бухгалтерского учета, заставляют нас выполнять какие-то операции, и потом постоянно меняющиеся законы заставляют много времени тратить на эти операции, только чтобы его выполнить. Порой нас тяготят какие-то правила, которыми мы окружены со всех сторон. Давайте попробуем вернуться в прошлое, далекое прошлое, и представим себе, что нет никаких правил, и каждый делает, что хочет. В обществе, где любой фараон или император мог себя возомнить Богом и переписать весь кодекс законов, как правовых, так и моральных, понятно, что нужна была какая-то точка опоры. И поэтому закон, который стоит выше самого царя, которому и царь обязан следовать, это было большое достижение для стран Ближнего Востока. Потому что еврейский закон, он царя и князя подчинял себе. То, что они не исполняют его, не означает, что они могут переписывать закон, менять что-либо в этой конституции. У них есть два варианта. Или они откладывают сторону, закрывают где-то в сундуке эту книгу и создают какие-то свои правила. Или следуют тому, что здесь написано. Итак, первое, за что можно было любить закон, за то, что он один для всех, и он выше каждого человека. А второе, за что можно было любить закон, это та мудрая регламентация отношений между людей, которые взывают к справедливости. Ну, скажем, простой тезис. Око за око и зуб за зуб. Ведь, по сути дела, это закон равного возмездия, это закон идеальной справедливости. Что вы сделали мне, то я могу сделать и вам. Не означает, что я должен воздавать злом за злом. Но мне дается такое право. И это означает, что в обществе неравных возможностей, в обществе неравного социального статуса, богатства, появляется правовая система, дающая шанс на равную компенсацию. Ну, представим себе такую страшную ситуацию, когда какой-то олигарх повредил руку бомжу. И вот у бомжа есть основание правовое, чтобы у этого олигарха повредили руку ровно в той же мере. Ну, где вы видели, что в современном гуманном цивилизованном обществе какая-либо страна жила по таким правилам? Мы декларируем демократию, но по факту мы понимаем, что даже тюремные камеры отличаются у заключенных разного материального достатка. Это наша реальность. И поэтому псалмопевцу важно это понятие закон как некий принцип, что Бог оставил для людей нечто, что, с одной стороны, является его собственным перстом, но, с другой стороны, это то, что помогает между людьми установить какой-то порядок отношений. И вот этот порядок, если бы он соблюдался, он ведет не просто к гармонии, он ведет к улучшению общества, к тому, что люди, двигаясь этим порядком, они вынуждены будут свою природу укращать, любить других, любить окружающий мир и любить Бога. То есть, по сути дела, закон изначально воспитующий. Это такая пенитенциарная система, которая не только ограждает от зла, но и наставляет, побуждает, стимулирует добро. Наши современные законы, к сожалению, нередко ограничиваются только ограничительными мерами. Нам говорится, что нельзя, а вот вопрос в том, куда идти, это уже все остальное, что не запрещено, все разрешено. Были ли коренные изменения в пятикнижии? Факт остается фактом, что тот текст, который мы сейчас имеем на руках, это редакция V века. То есть, вот та версия, которую мы все читаем, она вышла из-под пера в своем окончательном завершении в V веке. Отсюда у критиков возникает гипотеза, что какие-то части, например, Священнический кодекс, книга Левит, часть книги чисел, были написаны во времена Вавилонского плена. Не кодифицированы, а написаны. Но такая точка зрения, она идет в разрез. Первое, идет в разрез все более появляющимся археологическим раскопкам на Святой Земле, которые свидетельствуют об историчности событий, описанных в книгах царств судей Паралипоменон. В частности, сведения о разрушенных городах, о конструкции домов, о городах-крепостях, ну, как, например, один из таких ярких факторов, потому что всегда археологу интересно раскопать целый город, а не просто найти какую-нибудь полушку. Вот сказано в отношении Соломона, что он установил в некоторых городах свои конные гарнизоны. Одним из таких городов было Мегидда. Город раскопан. Он есть, он и виден. И, следовательно, по его археологии может свидетельствовать о том, что датировка этих конюшен Соломона соответствует библейскому повествованию. Или, например, раскопки в Тельдане, связанность и Еровоамом, который поставил там соответствующий жертвенник. А теперешние раскопки говорят не только о существовании древнего города, но о некоторых этапах трансформации жизни в этом городе. Города Ашдот, которые тоже содержат очень много археологических раскопок, в Хевроне, там сейчас какой-то еврейский дом, ну не сейчас уже, лет 10 назад был раскопан, еврейский дом чуть ли не времен самого Давида. Итак, попытки доказать о том, что эти тексты были написаны, первые идут в разрез археологии. Второе. Так или иначе, сравнивая с ближневосточной литературой, мы видим, что на еврейскую литературу влияла письменность Ханаана. Угорицкие разные тексты, месопотамские тексты, понятно, что они оказывали в разные периоды свое влияние. В частности, язык очень сильно меняется при переходе с финикийского к арамейскому. Мы с вами рассматривали некоторые древние гимны, связанные с бурей и штормом, там, где явно чувствуется какая-то перекличка с гимнами Ваалу, такие древние мифологические сюжеты. Это вот очень древние тексты, угорицкие, которые, в свою очередь, датируют и псалмическую письменность до пленной эпохи. Есть некоторые редакции, которые связаны с арамеизмами, когда мы говорим о том, что явно автор, он говорил на арамейском, и поэтому использовал соответствующие арамейские синонимы. Поэтому скорее мы могли бы свидетельствовать о том, что, анализируя исторические книги, анализируя собственную историю Израиля, пятикнижие в той или иной форме появилось до Вавилонского плена. Но окончательно кодифицировано было оно или переписано уже в послепленную эпоху. Любые попытки делить его на части, элогист, тефтерномист, ягвист и так далее, они заканчиваются фиаско, потому что никто точно не может сказать, где мы можем провести раздел. Да, такие гипотезы есть, от них не убежать. Да, они кое-что проясняют в ту или другую сторону, но они не дают прозрачного ответа, с которым бы согласились все. Поэтому я бы стоял на традиционной гипотезе, от того, что пятикнижие могло появиться вполне из-под руки самого Моисея, потом было положено в ковчег, но бывали такие времена, когда эти священные книги, они просто были забываемы. Их просто не читали, они лежали в этом ящике святая святых, и ни израильские цари, ни рядовые жители, они не слышали, не читали. Отсюда и замечание из книги царства о том, что якобы там Иосия нашел книгу закона. Ну, где он нашел? Ее никто не читал сто лет. Наконец он попросил, чтобы его достали, и стал читать. Вот он ее нашел. Это не то, что он ее написал, изобрел. Поэтому все эти разговоры о реформах Иосии и так далее, языки, они, мне кажется, немножко притянуты за уши. Но, с другой стороны, мы не должны отрицать того, что эта правка литературно в Пятикнижии присутствует. Например, в том же самом Дане. Представьте себе, что город был назван Даном после того, как там Калина Дана поселилась. Но ведь как тогда объяснить ту ситуацию, что уже на уровне патриархальной семьи на уровне детей патриархов возникает конфликт с местными жителями из-за там изнасилования одной барышни, которая потом предлагалась взять замуж. Ну и так далее, и так далее. Такая история неприятно окрашивающая детей ветхозаветных патриархов. А потом они убили этих местных жителей, хотя эти согласились принять обрезанный на город. Называется Даном. В то время, когда эта ситуация была, он не мог называться Даном. У него было другое название. Следовательно, это название уже появилось позже. А редактор пятикнижия, чтобы в голове у читателя ничего не перепуталось, он по преимуществу использует современное ему название. Те, к которым уже все привыкли. Ну вот как элемент правки, таких правок много. Но я не склонен утверждать то, что какие-то целые книги или большие фаргменты были вставлены. Слишком высокое было благочестие писцов, чтобы они так вольно работали с этим материалом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!